Приветствую всех, друзья мои! С вами Базирио, канал Фрешлайф 28. И сегодня в традиционной рубрике «Разбор полетов. История Екатерины». Как похудеть, если твоя история похудения длится больше 20 лет? Поехали! Что ж, друзья мои, сегодня классическая история из разбора полетов. Наша сегодняшняя героинец, замечательная, очаровательная девушка Екатерина, расскажет о том, что не бывает мелочей, когда дело касается вашего внешнего вида и образа жизни. Казалось бы, какая мелочь? Перестать себя истязать для того, чтобы кортизол из ушей не лился. Какая мелочь? Чуть-чуть урезать жиры, а для девушки это проблема с кожей, с волосами, с ногтями, с циклом. И мелочи, и мелочи, и мелочи. А в результате 20 лет качелей туда-сюда, туда-сюда. И самое главное, постоянных держаний на силе воли, зажоров, срывов, награждений себя едой. А все к чему? Потому что мелочей не бывает. Но наша сегодняшняя героиня умница, у нас на канале Фрешлайф 28 действительно самые умные люди собрались. И несмотря ни на что, лучше поздно, чем никогда. Встречайте! Здравствуйте, Антон! Здравствуйте, уважаемые подписчики канала Фрешлайф 28. Я хочу вам рассказать свою историю. Я бы не стала называть эту историю как историю похудения, потому что это история о том, как худеть не только не нужно, но иногда и опасно для здоровья. Это классический разбор полетов и это моя работа над ошибками. А по всем по порядку. Меня зовут Екатерина. Мне 38 лет. Я живу в Москве. В настоящий момент мой вес составляет 55-56 килограмм при росте 166 сантиметров. Я никогда не была стройной, худой. С детства у меня был лишний вес. Но тогда это называлось тяжелая кость, широкая кость или а в кого тебе быть худой, у нас все в семье плотные. Но меня это в общем-то не задевало. Толстая, ну и толстая. Ну и ладно. До определенного момента. Мне захотелось нравиться противоположному полу. И я заметила, что на моих одноклассниц, на моих подруг молодые люди внимания обращают. На меня не обращают. Моя мама отвела меня к эндокринологу. Тогда мне было около 16 лет. Мой вес, согласно медкарте, составлял 80 килограммов. И мне был поставлен диагноз ожирение второй степени, излишек веса 38%, идеальный вес 58 килограмм. Я помню, что эти цифры, они несколько напугали меня, а слово ожирение, оно, ну, звучало угрожающе. Мне была прописана диета, рекомендована витаминотерапия. После визита к доктору я пошла своим путем. Во-первых, я исключила сахар в чистом виде и любой хлеб из своего рациона. Но, к сожалению, я не исключила из своего питания иные продукты, относящиеся к быстрым углеводам. Мороженое, варенье, выпечка любая. Все это в моем рационе, к сожалению, осталось. Во-вторых, я перестала есть после какого-то часа икс. И, в-третьих, у мамы моей был какой-то похудательный коктейль, который я стала употреблять вместо одного из приемов пищи. Я была абсолютно уверена в том, что делаю все правильно и мои результаты не за горами. За полгода я потеряла 9 килограмм. И, конечно, мне очень нравились мои результаты, потому что, наконец-то я увидела у себя намеки на талию. Около года вес держался, а потом первый курс университета. Что такое первый курс, когда рядом нет родителей? Это свобода, это отрыв, это полное отсутствие контроля. Да, начались ночные клубы, дискотеки, алкоголь, чипсы, орешки, кириешки. В общем-то, абсолютно нездоровое питание. И неудивительно, что мой вес начал расти. В то время стали доступными на видео курсы с разными супертренерами или суперзвездами. И каждый учебный год я старательно набирала лишний вес. И приезжая домой на каникулы, я пыталась этот вес старательно скинуть. Я вспоминаю, как я прыгала просто до седьмого пота перед телевизором с каким-то супертренером, после чего открывала банку с шоколадной пастой, съедала не меньше половины и говорила себе, ну, сахар и хлеб я не ем. Вот так вот, по прошли пять лет моего студенчества. Качели. Минус 10, плюс 8, плюс 5, минус 3 и так далее. В 2005 году я вышла замуж. Мой вес составлял 75 килограммов. Через пару лет мы с мужем приняли решение о покупке квартиры с привлечением ипотечного кредита. И процесс подготовки к ипотечной сделке, он шел около полугода. И это был очень нервный период в жизни нашей семьи. Я продолжала все эти полгода не есть сахар и хлеб, но заглушая стресс, я сметала все подряд. Я ела в огромных количествах. В выходные я всегда готовила что-то вкусненькое и далеко не здоровое и не полезное. А праздники, ну, дело святое. Если стол не сломался от количества еды, то праздник не удался. На тот момент у меня в голове вот намертво прижилась вот эта вот цифра 75 килограммов. Я считала, что это абсолютно нормальный вес. Более того, я даже хвалила себя за то, что я могу удержать этот вес на протяжении определенного количества времени. Только вот одежда почему-то увеличивалась в размерах. Менять одежду мне приходилось все чаще, и у меня начались проблемы со здоровьем. Артериальное давление выросло до цифр 130 на 90. В жару давление поднималось до цифр 160 на 100. У меня начали болеть суставы ног. Я все чаще стала принимать лекарства, которые купируют спазмы желудочно-кишечного тракта и желчевыводящих путей. Итого, к 27 годам в моей сумке поселились гипотензивные медикаменты и спазмолитики, без которых из дома я уже просто не выходила. Я начала осознавать, что у меня есть немного лишнего веса. И, ну вот неплохо было бы скинуть 3-5 килограммов. И я решила пойти в спортзал. И я пошла в зал и занялась степ-аэробикой. Честно говоря, в моменты скачек на степ-платформе я думала, что вот-вот и потеряю сознание, потому что мне не хватало воздуха, потому что у меня бешено колотилось сердце, потому что у меня болели ноги, у меня темнело в глазах. Но каждый раз я себе говорила, ты должна это сделать, ты сможешь. И на следующий день после такого тренинга все мое тело болело от воздействия молочной кислоты. И через месяц с идеей похудеть на 3-5 килограммов я, в общем-то, рассталась. Переломный момент случился в январе 2009 года. Мы с подругой поехали на шоппинг. Моя подруга купила все, а я купила только одни единственные джинсы 52-54 размера, которые с горем пополам застегивались вот здесь, под грудью. Следующей покупкой после покупки джинсов стала покупка весов. Когда я встала на весы, я увидела цифру 91,5 килограмма. Я не поверила в эту цифру и решила, что или весы бракованные, или батарейка села. Я поменяла батарейку, но цифра, к сожалению, на циферблате весов не поменялась. 91,5 килограмма. Вот тут я действительно испугалась за свое здоровье, осознав, что до трехзначных цифр осталось всего лишь 8,5 килограмм. И с 9 января 2009 года началась моя другая жизнь. Была ли она правильной? Забегая вперед, скажу, что нет. У меня началось трехразовое питание. Часть продуктов, которые я употребляла, были далеки здоровых и правильных. Было ли мне комфортно? Нет. Через пару часов после завтрака я уже была голодной и хотела есть. Весь день я думала только о еде. Я постоянно была голодной. И спать я ложилась только с мыслями о еде. Я была голодной всегда. И вот из-за постоянного чувства голода, из-за постоянных мыслей о еде у меня случались срывы. Чуть позже я подключила элементарную физическую нагрузку. Я ходила пешком до метро и обратно. Я ходила пешком в магазины в радиусе 2-3 километров. Чуть позже домой я купила стейпер и занялась стрейчингом. Вот через месяц такого вот питания я похудела на 9 килограмм. И я поняла, что я на верном пути. Далее вес продолжал снижаться с разной степенью интенсивности. Я начала изучать литературу по здоровому питанию, спорту, читать форумы, слушать видеоблогеров. И знаете, через 2-3 месяца у меня что-то переключилось в голове и я полностью исключила из своего питания все быстрые углеводы, полуфабрикаты, колбасные изделия, консервы, соленья, маринады. Ото всех сладостей я отказалась очень быстро, потому что у меня не было зависимости от сладкого. Сладости я употребляла традиции ради, либо по случаю. Блины с вареньем на масленицу – это традиция. Как не съесть кусок торта на день рождения? Ведь именинник может обидеться. Еще через какое-то время я совершила очередную ошибку. Я полностью обезжирила свое питание, решив, что все жиры – это враги для моего здоровья и моей фигуры. В феврале 2010 года весы показали очень красивую цифру – 55 килограмм. и вот все как бы достаточно красиво звучит. Но с моей стороны было бы нечестно не рассказать о том, что у меня были достаточно серьезные срывы, причем такие срывы, такие награждения себя едой, что, как говорится, ну вот чтобы рот куску радовался. Я жила в таком режиме и в весе 55 килограммов до середины 2017 года. И тут нежданно-негаданно мой вес начал расти. Как же так? Я была в шоке. Я питалась только ПП-блюдами. У меня был только ЗОЖ-рацион. Я практически ничего не ела. А вес растет. Что делать? Ну и я пошла искать правду на страницах интернета. Нашла информацию о том, что для того, чтобы похудеть, нужно употреблять большое количество белка. То есть мой пищевой рацион стал трехразовым, безуглеводным, обезжиренным и высоко белковым. Но мою проблему это никак не решила. Вес все равно продолжал расти. Ну что, значит нужно повысить физическую нагрузку, решила я. И мы с мужем купили беговую дорожку. И я побежала. И добежала я до такого состояния, что гормон стресса, кортизол вот-вот и начал бы выплескиваться просто из ушей у меня. Друзья мои, не дай Бог вам в вашей жизни когда-либо встретить тренера, который будет делать из вас супергероя, говоря, давай, соберись тряпка, ты можешь это сделать. Знаете, таким тренером стала я сама для себя. Я себя загнала. Я выжимала из себя невозможное. Я бегала по 5-6 раз в неделю по 60 минут со скоростью до 12 километров в час. После чего я просто падала, еле живая, с беговой дорожки, расценивая это как результат. Я хорошо побегала, я упала с дорожки, значит это круто. Думала я, совершенно не понимая того, что таким образом я уничтожаю свою центральную нервную систему. Но вес все равно рос. Опять проблема стояла на месте. В марте 2018 года я в очередной раз обратилась к интернету, чтобы найти какую-то информацию. И я увидела ролики Антона Петрикова. Я посмотрела культовый пятый ролик и двенадцатый, услышала одно единственное слово «углеводы». И я решила, что этот человек вообще не понимает, о чем говорит, потому что на тот момент слово «углеводы» для меня было врагом номер один в моей жизни. И я закрыла страницу с «углеводы» и точно так же закрыла тему о возврате к своему комфортному весу. Я решила, будь что будет, и я просто устала гадать. В июле 2018 года мой вес составлял 64 килограмма. Своим, как мне казалось, правильным и здоровым питанием я набрала около 9 килограмм лишнего веса. Свою прежнюю одежду надеть я не могла. У меня начались отеки ног. И я вновь случайно в интернете увидела ролики Антона. И я посмотрела на канал Антона уже совершенно с другой стороны. Я посмотрела количество историй успеха в рубрике «Разбор полетов». Я посмотрела Инстаграм Антона и увидела то количество фотографий, которые присылают подписчики Антону со своими результатами. Я решила, ну если такому количеству людей это помогло, может быть и мне стоит попробовать. Я начала смотреть ролики Антона и дошла до ролика про кортизол, после просмотра которого мне захотелось просто извиниться перед своим телом, которое я так долго изнуряла вот этими дикими кардиотренировками. На что я рассчитывала? Я рассчитывала на то, что лишние 9 килограммов покинут меня очень быстро. Не тут-то было. Ровно месяц мой вес стоял. От недели к неделе одна и та же цифра 64 килограмма. Ну сначала я раздражалась, потом я огорчалась, нервничала, а потом сказала себе «Знаешь что, скажи спасибо, что твой вес стоит, а не растет». Хватит ныть, включай голову и думай. Если у остальных людей получилось, значит у тебя есть где-то какая-то ошибка. Анализируй. Я начала пересматривать видео Антона. Некоторые видео я пересматривала 5-10 раз. Какие-то моменты из видео я конспектировала. И таким образом я подобрала свои пропорции в питании и убедила свой организм в том, что голодные, безуглеводные, обезжиренные времена, они закончились. И что все будет хорошо. К январю 2019 года я вернула свой комфортный вес 55 килограмм. Я хочу сказать огромное спасибо Антону за то, что он очень вовремя появился в моей жизни и помог остановить мне вот эту беспредельную череду ошибок. Употребление продуктов с высоким гликемическим индексом, вера в какие-то чудесные порошки и коктейли, трехразовое питание, безуглеводное питание, обезжиренная диета, награждение себя едой, изнуряющее кардио. Что я получила от моего нового образа жизни? Во-первых, я получила время. Если раньше я тратила много времени на выдумку каких-то ПП и ЗОЖ, блюд и их приготовления, то сейчас этот сегмент в моей жизни упрощен до минимума. Я просто перестала жить на кухне. И теперь у меня есть время на мою семью. Я стала больше проводить времени со своей семьей. У меня появилось время на чтение книг. И я наконец-то смогла внести в свой график такую строку, как постоянный уход за собой, а не время от времени, как это было раньше. Во-вторых, уже более года в моей сумке отсутствуют какие-либо медицинские препараты. В-третьих, в моей жизни появились люди, которых я сейчас готова назвать единомышленниками. Всем тем, кто хочет начать свою жизнь с понедельника, но еще не решился это сделать, я хотела бы сказать следующее. Попробуйте проанализировать мои ошибки, на которые у меня ушло 22 года жизни. И, возможно, это поможет вам сделать ваш единственно верный, правильный выбор.